посмотрите на этих да кто пальцы сосет кто ножки задирает час ночи они спать и не собираются вообще этот весь день занят ножки задирает в ротах тянет это весь день показывает как она умеет переворачиваться и пальчики сосет свои пальчики сосет то она бросает эту привычку то заново начинает нет маме показалось хотела снять сегодня видео когда они уснут хотела рассказать вам я же обещала как прошел перелет но вот как видите пока они спать не собираются мои мышата мои мышата мышки мои мышки это мои мышки мамина мамина принцесса здесь я одну руку убираю на вторую свете разницы нет принцесса принцессочка мамина мамина солнышко 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 а ты за сестренку запинаешь птенчик а чем там занят вот он тоже ручки свои сосет что за привычка у них она у них то возобновляется то проходит у вас обновляется то проходит а это на меня так смотрит ты на маму смотришь да солнышко да птенчик да мамина принцесса ты на мамочку смотришь да мамочку любишь да ты чё маме язык показываешь не надо на нее. Ой, 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 ой. Не надо. Не надо. Хе! Хе! Синуля? Ой, да, опять ножки задрал. Опять попой повернулся. А с тобой что? От нее вообще нельзя отходить. Ей все время нужно на общение. Что случилось? Что такое? Кто обидел? Ладно, закругляюсь. Это моя девочка обижается, что мама смотрит телефон. Куда ты перевернулась, мамина? Я только хотела тебя снять. Привет, мои хорошие. Уложила дочу на животик. Хотела снять. А она дела перевернулась. Она уже переворачивается у меня. Иногда нужно помогать, иногда сама. А сынуля пока еще с живота. Он не переворачивается, со спинки переворачивается. Почти, можно сказать. Зато усердно тянет постоянно ноги. Ноги в рот тянет. Мамина, можно тебя с этой стороны засниму? Мои носочки. Мамин птичек. Мамин птичек ты, да? Ладно, закрываю. И закрываю. Мы только недавно проснулись. У кого какая реакция на игрушку? Она у меня спокойна, как удав. Просто будет наблюдать. А он прям дергается весь. Ой-ой-ой. Он с самого начала был такой, более активный. Она спокойная в этом плане. Эмоций у нее особо не бывает. Зато, когда она видит свою бутылочку с едой, у нее эмоции бывают. Пойдем. Пойдем. Птенчики. Мамины. Птенчики. Где мамины птенчики? Да, да, да. Аж над губой красной стала моя усина. Он верхнюю губу так выпятивает, прям как птенчик становится, как орленок маленький. А это само спокойствие. Сейчас ей-то надоест, то, что братик ее руку трогает. И начнет она. На, 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 на. Держи, держи ее. Держи. Твоя, твоя. Ой, держи, держи. Ой, мама, не дотягивайся. Ой, это она твоя, твоя. Держи. Вот. От тебя ничего не осталось. А тебе вот. Нет. Желтенького покажу. Да-да-да. Дань-дань-дань. Дань-дань-дань. Это кто пришел в гости? А ему все надо. Это уже выкинул. Кто пришел в гости? Кто это? Я даже не помню, как его звали. Как звали его, девочки? Мишка. Ой, 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 ой. Это твой друг, да? Опять это твой друг. Он все несет в рот. Пощупать. На язык попробовать. Уйди от меня, да? Уйди от меня. Ну, улыбнись хоть раз. Ну, она-то понятная. Принцесса не смеяна. Тут надо танцы с бубнами устроить, чтобы она улыбнулась. А ты что такой серьезный стал сразу? А? Эй, ой, мама тебя задела. Че такой серьезный, сынуля? Сынуля? Улёй, солнышко. Принцесса, доча. Мамина девочка. Мамина сладкая девочка. Мамина вкусная девочка. Мамина солнышко. Мамины птенчики, котята мои, котята. Да. Кто-то говорит, нужно с ними разговаривать серьезно, что ли. Не сюсюкаться. Не могу я. Не могу я заставить себя с ними не сюсюкать. Это мои настолько долгожданные дети, что у меня язык не поворачивается с ними не сюсюкаться. Не сюсюкаться не могу. Мне кажется, я всю жизнь буду с ними сюсюкаться. Ой, я же сказала, ей все уже надоело. Ей это все уже неинтересно. Давайте меня развлекайте по-другому. Все что ли? Ой, что это у тебя здесь? Мамина ресничка натяп. Ай, что, что, что случилось? Маленькая моя. Ой, давай переворачивайся. Давай, ухожу я от вас. А он требует на ручки взять. Надо выполнять их желание. О, да. Да, вот так, моя девочка. Она у меня молодец, она старается. Будь здоров. Будь здоров. Папа с дочей. Она заставляет его ходить кругами. Танцы с бубнами устраивать. Он у меня ее забрал и сам кормит. Я тоже не против. Танцы с бубнами устраивать. Все, кто знает, что он такой толстый. Ум, ум, ум. Ум, ум, ум. Ум. Ум, ум, ум. Ум, ум. Ум, ум. Ум, ум. Ум, ум. Привет, привет, мои хорошие. Ой, что-то не фокусируется. Фокус. Сегодня мы вышли. Зуля, я и детки прогуляться. Солнечная погода. Хотя не тепло, но мы гуляем пешком по району. Папа сегодня с нами нет. Папу мы сегодня своего отпустили отдохнуть от нас. Он зуля впереди бежит с коляской. Точнее, коляска ее несет куда-то. Знаете, очень проблемно с коляской гулять по местным улицам, потому что нет тротуаров. Даже то, что есть, показать вам, как занято все. Вот смотрите, тротуары. Как гулять? Мы ходим вот по дороге, ездят машины, потому что другого выхода нет. Или узенькие вообще тротуары, по которым даже одноместная коляска не проедет. Или вот машины стоят, припаркованные. Людям ходить места нет. Неудобно. Ну, что поделать? А мне холодно. У меня руки замерзли. Представляете? Я же мерзлячка такая. Сегодня у нас 7 или 8 градусов. Детей укутала. Детям тепло. А себя одеть? Себя одеть в последнюю очередь. Что делать? Поснимаю немножко улицы. Вот аптека недалеко от нашего дома. Новенький дом, одноподъездный. Наподобие того, что строит мой муж. Кстати, я вижу под видео в комментариях вопрос, почему мы не переезжаем в квартиры, которые строит муж? Типа, вы собирались переезжать, муж занимается у вас постройкой квартир, а вы живете в старой квартире. 151-й раз отвечаю, потому что дом, который построил мой муж, в котором у нас осталось еще несколько непроданных квартир, находится на окраине Измира. Кто живет в Измире, знает, где это. Менемен. Эта часть Измира не центр, поэтому я не хочу жить в той стране. Та стройка, которая сейчас начинается у моего мужа, она вообще даже не в Измире, она находится в городе Миляс. Это по дороге в Бодрум, недалеко от Бодрума. Поэтому я не вижу смысла переезжать в ту квартиру, которая у нас имеется, потому что это далеко, и ждать постройки той квартиры, которую строит сейчас мышь, тоже не вижу смысла, потому что я туда точно не приеду. Поэтому мы остались жить в своем старом гнездышке. А так как родились детки, решили обновить его немножко, потому что растить маленьких детей я бы не хотела бы со старой мебелью и так далее. Саму это жить мне не проблемно со старой мебелью. Я человек в этом плане не гордый. Да, давай прямо лучше. Зульчик. Зульчик подходит, колясочка. Она, знаете, что теперь утверждает? Я раньше хотела двое, но сейчас не хочу. Она, по-моему, скоро и замуж не захочет. Такс. Мы идем пешочком. Сейчас спустимся на район Хатай. Мы, в принципе, уже недалеко от него. И там где-нибудь хоть чаю попьем. Детки все равно спят. Им хорошо. Вот здесь, кстати, неплохой тротуар. Моментами. Моментами там за... Нет, на тротуар... На тротуар здесь вообще не... О, здесь сделали ремонт. Пока меня не было 7 месяцев. Вот здесь вот этот скверик. Скверик отремонтировали. Очень сделали там красиво. Я как-нибудь туда спущу. Как-нибудь, когда интересно это будет. Такс. Идем потихонечку. Нет, именно у меня руки мерзнут. У меня всегда была эта проблема. Мерзущие руки. Я вот этот сквер называла всегда сквериком кошек. Потому что там очень много кошек было. И для них там отдельные домики. Даже несколько раз снимала их. Отсюда... Сейчас я постараюсь показать. Вот одна киська здесь. Постараюсь показать. Вот это вот большой домик. По-моему, это для кошек. Да. Большой домик. И вокруг там маленький-маленький. Это все для кошечек. Идем дальше. Там даже фонтанчики сделали. Очень красиво сделали. Кися, кися. Не надо жаловаться. Я уверена, что у тебя там еда есть. Они оборзевшие кошечки, между прочим. У них всегда бывает там сухой корм. Красиво сделали. Кстати, вот этого ремонта, этого всего не было. Хорошее место нашла. Погуляли мы сегодня неплохо, кстати. Посидели в кафе. Поели сладости, вкусности. Кофе попили, чай попили. Походили по магазинам. Порадовали себя, как обычно. Как же, девочки же не могут. Мне пришла смс, чтобы играть все скидки. Мы мимо не прошли. Одежонку тоже себе купили. Нужно обновлять гардероб. И потихонечку, потихонечку направляемся домой. Подъем у нас. Вот. Вот моя зулечка ведет коляску. Водит, точнее. Заль, устала? Нет. Ой, там лестница дальше. Нам на дорогу надо выехать. Нет. Давай я сейчас заберу. Вот сейчас не может. Сможешь? Ой, не смогу. А вдруг? Вырыни твоих деток. Ага, вырыни, говорит, твоих деток. Таким трудом достались. И вот этот подъем нам нужно до конца пройти. Ну, нам полезно, спорт. Похудеем к лету. Нам надо худеть к лету, потому что летом мы будем часто на даче зулечка. Поэтому давай, давай. Давай, давай. Быстрее он не может, да?